Вы слушаете канал жаж.клаб. Пражский дневник или для тех, кому тесны границы. Все мелочи, а настроение-то улучшилось, с. С утра пришла в сеть и ушла, набравшись какого-то негатива. Разозлилась и решила, что до вечера я тут не появлюсь. В зеркало на себя глянула, мешки под глазами, цвет лица отсутствует. Разозлилась еще больше. Супруг попытался в очередной раз завести машину, все бестолку. Надо вызывать кого-то из сервиса. Совсем расстроилась, дополнительные затраты. Зуб болит, работы нет. В общем, все плохо, крокодил не ловится, не растет кокос, с. А тут еще купила себе шмотку, потратив целую кучу денег, около 65 долларов, которую ну ни с чем носить. Весь гардероб перерыла и только две нашла. И то в качестве вечернего варианта, когда я совсем по-другому планировала это носить. Вы скажете, мне бы ее проблемы. Но иногда бывает такое состояние, когда самая элементарная мелочь способна загнать в ступор, и ничто не помогает оттуда вылезти. А тут еще и с мужем поругалась, сказав в сердцах совсем плохие слова, чем окончательно загнала себя в депрессуху. Доведя себя почти до слез, не будучи в состоянии взяться за дела, я пошла чистить картошку. Уж очень хотелось просто вареной картошки с селедкой. Пока чистила картошку, как-то успокоилась. Пошла мириться с мужем. Муж не особо обиделся, знает уже, что в таком состоянии я могу многое наговорить, язык мой, враг мой. Муж сказал, что надо просто поехать и поменять эти брюки на что-то другое и не мучиться. Пока варилась картошка, я себя как-то заставила позвонить в сервис и узнать цены на отяг машины. Оказалось, все не так страшно, как я думала. Съездила к своему бухгалтеру, замечательная женщина, очень жизнерадостный человек. Она рассказала мне, что уже много лет живет с невыносимыми болями в спине, и что никакие средства ей не помогают. Она уже просто научилась с этим жить и что ей уже ничего не хочется, ни на отдых к морю, ни куда-то смотреть достопримечательности. Вспомнились чьи-то слова, жизнь прекрасна, пока у тебя есть желание и стремление, а если нет, все, пиши пропало, это как вкус к жизни отбить. Брюки таки поменяла, найдя себе вдовесок симпатюлю, маечку, у нас, манго, нельзя вернуть деньги, только поменять на что-то другое. Так что вместо одной шмотки, получилось две, что меня очень обрадовало. Приехав домой, сделала мужу йогуртовый пирог, который он давно хотел. У него, оказывается, тоже настроение было не ахти, недовольство какое-то накопилось. А тут как раз на глаза попалась статья с предсмертным письмом Габриэля Гарсия Маркеса, которому врачи сказали, что он скоро умрет от рака лимфоузлов. Это было семь лет назад, а он живет до сих пор. Маркес сказал тогда, любите и начните немедленно осуществлять свои мечты, что умереть без любви – это моральное и чувство катастрофа, что ни старость, ни импотенция, ни смертельная болезнь не избавляет человека от обязанности умереть, любя. В этом письме он сказал, я бы показал людям, как они ошибаются, думая, что пристают влюбляться потому, что стареют, прежде чем они поняли бы, что стареют потому, что перестают влюбляться, вольный перевод с чешского. Очень бы хотелось привести полностью здесь его письмо, но уверена, оно есть на интернете, переведенное с оригинала, а не как у меня, с чешского. С мужем поговорили, все обсудили, у обоих улучшилось настроение. И вот тут я возвращаюсь в сеть и обнаруживаю в гостевой подарок Кеши песню о том, что не надо ждать счастья, надо быть счастливыми и его запись в блоге «Клип Гришковца». Все как будто вело меня к мысли, что все плохое – это мелочи, и не надо заострять на них внимание, надо просто начать радоваться каждому пробуждению, единственное, мне пока не ясно, как и в кого нужно влюбляться, это я смеюсь, и как немедленно начать осуществлять свои мечты. Но это уже детали, подмигивающие лицо. Продолжение читайте на сайте jash.club